На самом деле, эта любовь не есть. Я сюда говорю просто. Любовь полностью проявлена в трансцендентном мире. Потому что любовь и вожделение выглядят одинаково. Любовь и вожделение выглядят одинаково. По этой причине, определение любви и определение вожделения... Что такое определение вожделения? Когда вы хотите удовлетворять свои собственные чувственные желания, это вожделение. То, что только лишь для удовлетворения Кришны, Его желание. Это према. Это трансцендентное. Кришнендар Падибанча – это когда вы хотите удовлетворять только лишь чувство Кришны. Но в этом материальном мире это невозможно. Для любви нужны две вещи. Есть Вишая и Ашрая. Попробуйте понять эту философию. Для любви нужны две вещи. Вишая – это объект Божественной Любви. А Ашрая – приближающий Божественной Любви. Кришна только Он является Вишая. Он – Верховный Наслаждающийся. И также есть тот, кто наслаждается, есть те, кто наслаждается. Помимо Кришны, все являются теми, кем наслаждаются. Без Кришны, что бы вы ни делали, это не Любовь. В этом материальном мире возлюбленные встречаются и всевозможным образом наслаждаются. Но там нет Кришны. Кто там? Ашрая. Потому что только Вишая и Виграха – это Кришна. Кришна, только Он является Вишая и Виграхой. Он – Верховный Наслаждающийся. Помимо Кришны, все остальные являются Ашраей, даже Шримати Радхика. Шримати Радхика, она является Ашрая Виграха. Шримати Радхика – это изначальная Ашрая Виграха. Даже если все саки будут там, там будет према-према, она направлена на Кришну. Если Кришна не будет там, если Кришна не будет, то према не проявится. Потому что философия от этого Сиддама – это такова. Кришна – это Верховный Наслаждающийся. Такая философия. Но в этом материальном мире, материальная любовь, где находится Вишая и Виграха. Здесь нет Кришны, поэтому према не может проявиться. Према – вожделение, когда она проявится только лишь, когда присутствует Вишая и Виграха. А если будет только лишь один Вишая и Виграха – Кришна, и существует только лишь один Вишая и Виграха – это Кришна. Даже если вы будете рассказывать Харикатху, если там не будет Кришна, там не будет Харикатхе. Харикатха должна быть связана с Кришной. Все должно быть связано с Ним. Наши Упасадевы – те, кому мы пополняемся, не только Радха и не только Кришна. Наши Упасадевы – это пара, югала. И Кришна – это верховный наслаждающийся Вишая и Виграха. А Шримати Радхика – это изначально Ашрая и Виграха. И когда Ашрая и Вишая встречаются вместе, тогда лишь возникает према. Понимаете? В этом материальном мире нет Кришны, и как према может проявиться? Если одна джива встречается с другой дживой, тогда према не может возникнуть. Ашрая не может проявить любовь. Когда Ашрая и Вишая встречаются вместе, только лишь тогда проявляется према. Это просто. По этой причине, если что-то делается только лишь для собственного чувственного наслаждения, это вожделение. А если для наслаждения Кришны, то это любовь, это према. В царстве Бхакти обсуждаются вот эти вещи. Все наши деяния должны быть направлены на удовлетворение Кришны. Анукулина Кришна. Анукулина Кришна. Это Уттамабхакти. Помимо Кришны. Если вы будете слушать, но не Кришне, это не нужно. Гопи, они полностью сфокусированы на Кришне. Чтобы они не говорили напрямую или не напрямую, это связано с Кришной. Когда гопи, они встречаются вместе. О чем они говорят? О Кришне. Без Кришна Катхи нет Бхакти. Понимаете? Должен быть Кришна, потому что Он Вишавиграха, Верховный Господь. Таков процесс. Правильно я понимаю, что Манджари, которые они служат Шримати Раддике? Почему они служат Шримати Раддике? Потому что Шримати Раддик, она служит Кришне, поэтому они служат Ей, Радхаране. Без Кришне ничего невозможно. Они служат. Я люблю Шримати Раддику. Почему? Потому что она любит Кришну. Таков процесс. Шримати Раддика, она служит Кришне, и поэтому все также служат Шримати Раддике. Вся их любовь направлена на Шримати Раддику. А Шримати Раддика берет эту любовь и направляет Кришне. Рада, Кришне, оба, они иногда могут проявляться как Вишавиграха. В это время только лишь в Манджаре, они как Ашрая Виграха. Да, это очень сложно для вас, вы можете не понять. Вот вы говорите, в Манджаре служат Шримати Раддике, там Винит Кришне. Нет, вы просто не понимаете. Манджаре, Манджаре, Сейва, что это? В тот момент Раддик Кришне, они Вишавиграха. И в этот момент Манджаре является Ашрая. По этой причине наш Штадев – это Югалакишвора. Манджаре, 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 Пасана, поклонение Манджаре такого… Народам Дастакур, что он говорит? Он написывает Манджаре Бава. Пранаму, Югалакишвора. Дживани, Морани, Аар, Готи, Най, Аз, Магантия, Малатир, Малатар, Дипа, Духан, Гатар. Понимаете, о чем здесь говорится? Я сделаю прекрасную гирлянду, и эту гирлянду я предложу кому? Только рады или кришны? Нет, йогала, обоим. Манджари сева – это йогала сева. Но иногда приходит настроение разлуки. Но это другая вещь. Потому что их настроение, это будет направлено на Шримати Радику. Радейка – нечто. То есть они что, не служат кришне? Нет, вы не можете так сказать. Это очень сложно понять. Совершайте баджаны саду, но тогда поймете на уровне Вира Хадоша. Так они служат. Но их служение – это йогала, саракар, сева. Слышно вообще? Слышно? Пиши. Пиши не прощу. Я слышу нормально. Гандхи-яма-дротир-мага-диво-ду-мам-арик-вали. Адхари-тун-дия-диво-гургуро-тамбул. Что это? Я сделаю гирлянду. И предложу ее обоим. Югала-саракарады и Кришне. И я сделаю также Тамбулу. Что это такое? Орех бетеля. И кому я это предложу? Шимати Радике. А Шимати Радика кому предложит? Кришне. Потому что Шимати Радика, она не наслаждающаяся. Она не будет принимать этот орех бетеля. Она сразу предложит Кришне. Рупа Басваймпад написал этот стих. В соответствии с наставлениями Лалита Деви, Рупа Манджария. Она приготовила прекрасную гирлянду. из цветов. И эту гирлянду кому она дала? Лалита Деви. Лалита Деви предложила Шимати Радика. И они украсили красиво косу Шимати Радики. Прекрасные украшения на косе Шимати Радики. На санскрите это называется Кешва Виннас. Кешва означает волосы. Волосы Шимати Радики так прекрасно украшены различными цветами. И в это время один павлинчик увидел косу, прекрасно украшенную косу Шимати Радики. Он пристыдился. О, насколько красиво коса Шимати Радики. И где же красота моих павлиньих перьев? Потому что все всегда меня прославляют за эту красоту. Но когда я увидел красиво украшенную косу Шимати Радики, я подумал, это не идет ни в какое сравнение с моими перьями. Это полностью незначительно. Павлинь, он чувствует, что он такой незначительный. И до этого он гордился. А сейчас, когда он увидел прекрасную косу Шимати Радики, вы можете видеть в самолетах. Вот эти стюардессы, они тоже красиво украшают волосы. У них красивый макияж, так украшены всевозможным образом. И когда павлин увидел красоту косы Шимати Радики, тогда он пристыдился и убежал оттуда. Чтобы никто на него не смотрел. Если у кого-нибудь красивые украшения, все глаза смотрят туда. А если у другой женщины волосы, как у путаны, вот так торчком стоят. Вы можете из-за того понять. Например, две женщины стоят. О, одной очень красиво уложены в волосы. Как у стюардессы. Стюардессы. Может, мне больше сидеть и громче говорить? Он слышит, он слышит. Таким же образом. О, никто на меня не смотрит. До этого павлин, он был, он очень гордился. А сейчас никто на меня не смотрит. Лучше мне убежать отсюда. Лучше мне отсюда уйти. Павлин, он до этого очень гордился своими перьями. А сейчас? Нет. Рубхоградхи. До этого? Волосы. Были в Шматирадзе, были красиво украшены. Почему? Для счастья Кришна. Для Кришна, он очень счастлив, когда в Шматирадзе, она красиво украшена. Потому что все это ради наслаждения от Кришны. Кришна, он увидит, и он будет счастлив. Понимаете? В материальном мире все наоборот. Для чего люди, женщины, они украшаются? Для счастья Кришны? Нет, для других. Мирские люди какие-то привлекутся этим. Но там все ради наслаждения Кришны. В Читане Чантам-то говорится. Гопи, они совершали все, совершали все, совершали все седения, только лишь ради счастья. Гопи, они красиво наряжаются. Красивые украшения. Для чего? Ради счастья Кришны. Итак, в этом стихе говорится. Шматирадзе, она предложила все Кришны. Олег Петила Кришны. Кришна начал жевать его. И после этого его губы, они приобрели очень красивый красный оттенек. И этот цвет, это признак анораги. Анораги. Анораги, что такое? Сильное влечение. Шматирадзе, она смотрела на Кришну. На его прекрасные красные губы. А Кришна, он о другом думал в это время. Он по-другому думал. Кришна подумал. О, Шматирадзе, она хочет остатки моего бетеля. И тогда Шматирадзе, она взяла остатки Прасада Кришна. Это ее долг, она всегда так делает. И поэтому Кришна, он думал, она сейчас смотрит на мои губки, значит, она хочет остатки моего Прасада. Какие? Тамбула. Орех бетеля. Потому что в тот момент Кришна, он жевал на этот орех бетеля. И Кришна, он подумал. Ну, вот вы можете видеть, бедение Радхарани и Кришна совсем разное. Бедение Шматирадзе, почему она смотрит на губы Кришны? Она памятует о том, как Кришна, он всегда обладает сильной привязанностью, любовью ко мне. Потому что этот цвет, красный цвет, анураги, это глубокая привязанность. А Кришна по-другому думал, о, Шматирадзе, она смотрит на мои губы, это означает, что Шматирадзе, она хочет остатки моего бетеля. И Кришна сказал, ну, хорошо, Радзе, возьми, возьми этот орех бетеля, который я пожевал, и према в Шматирадзе тут же проявила маа. Точно так же, как змея ползет. Да, Шматирадзе, она хочет принять остатки Прасады Кришны, но когда Кришна, он дал, у нее тут же проявилось другое настроение. На самом деле, Шматирадзе, она стремится обрести остатки Прасады Кришны. А когда Кришна дал, то эта любовь, она проявила, вам я бхаву, вам я бхаву, понимаете, это настроение левого крыла. Шматирадзе, она тоже сказала, да не хочу я. Но Кришна, он сила, нет, возьми, Кришна, а Шматирадзе, нет, не хочу. И она вообще отвернула лицо в другую сторону. А Кришна что сделал? Он с силой обнял ее и поцеловал ее в щечку. И после этого на ее щеке остался прекрасный отпечаток. Красный отпечаток. Насколько же прекрасный этот отпечаток на щеке, Шматирадзе, от губ Кришны. Аль-Жамин-Напулин, ахара-нехия, му-живо-жи-галароса. Аль-Према-могдхо-хай, агали-не-пуг-пра-й, гаи-ва-радхар-жо-оса. Аль-Жамин-Напулин, кадам-пакана-не, ки-сэ-кэ-сэ-кэ-сэ-кэ-сэ-кэ-сэ-кэ-сэ-кэ-ан-т. Амин-гри-е-на-джа-и-ву-гон-и-праве-схи-во-гон-и-лла-рос-ти-жо-т-ори. Две красивые песни, которые связаны друг с другом, декиты-декиты. Ямуна-Пулин, бхактинута-коро, он говорит. Когда я увидел эту лилу, как Рада и Кришна встречаться вместе, эта лила проявилась. Тогда я вернусь в свою кунджу, и я буду остальным сакхи, прославляясь, и рассказывать об этой лиле. Поэтому говорится, ямуна-Пулин, это югала-раса, как Рада и Кришна встречаются вместе, ругаются иногда. Према, она делает так, что возлюбленные ссорятся иногда. Ссора, это значит, ну вот так вот, зигзагом. В этом материальном мире нет любви. Поэтому вот эти ссоры, это только лишь из-за чувственного наслаждения, это все негодяйские вещи. В этом материальном мире нет любви. Поэтому все сражаются. Возлюбленные, подружки, парни, они всегда сражаются. Они спорят, занимаются глупостями. Это все глупости. Но в трансцендентном мире это према. Это према. Она создает ва-ми-бхаву. Настроение противостояния такого. Шримати Радика, она хочет принять Прасаду Кришна. Но когда Кришна, он сказал ей, нет, я не хочу, он Шримати Радика говорит. Она хочет. Но внешне она показана. Тогда Кришна, он силой обнял ее и поцеловал ее в щечку, оставив прекрасный след. Красного цвета. И поэтому Бхактин Токуру, он сказал. Я буду представлять, как Радика и Кришна, они являются сладостной лилой. Вновь и вновь я буду созерцать эти лилы. Я не вернусь домой, куда я пойду, в лес. И таким образом я буду вновь и вновь созерцать, как Рада и Кришна развлекается, совершает свои лилы. Такова Сева. Любовь — это према. И Кришна, он очень счастлив, потому что у Бхакти есть одна вещь. Как сделать так, чтобы Кришна был счастлив? А если нет Кришны, то и нет Бхакти. А почему мы говорим, что без Кришны, без Шимати Радики, Кришна — это ноль? Нирвишаш Браман. Потому что если нет Шимати Радики, то там нет Ананды, блаженства, и Кришна — Нирвишаш Браман. Шимати Радика — это Ананды. И если не будет блаженства Ананды, то там только Самбит и Сандини у Кришны остаются. Самбит — это гьяна, знание. А Сандини — это бытие. Но Ананда должна присутствовать. Кришна — только он проявление Сандид-Шакти, то есть он Браман. Браман означает «сияние». Это гьяна Май Браман. Гьяна Брама. Это Самбит. Это называется Браман. А когда Самбит и Сандини встречаются, это Парамадма. Понимаете? Можете повторить Ангмуха Май Браман. Когда Самбит, Сандини и Хладини, тогда это уже проявление Пурна Кришна-Бхагавана. Потому что Кришна — это Сад, Чит и Ананда. Сад, Чит и Ананда. Понимаете? Когда Кришна — Он один. Один — что это означает? Это проявление Его бытия, существования. Это сияние Брамана. И по этой причине Браман — это ничто. У Него нет образа, у Него нет лил, у Него нет качеств. Ну, как просто свет. Это Браман. Господь — Он один, но у Него есть три аспекта. Браман. Когда Вы говорите «Браман», что это значит? Чит. Сияние. А когда присутствует Параматма, тогда уже две вещи. Самбит и Сангиньи. Это Параматма — Сверхдуша. Что делает Сверхдуша? Она свидетель. Она просто созерцает, смотрит, как свидетель Параматма. Сад и Чит вместе — это Параматма. А Браман — это только лишь Чит. Чит Гьяна Брама. Об этом говорится во многих шлоках. А когда Бхагаван, тогда там присутствуют три вещи. Сад, Чит и Ананда. Ананда, Майя, Бхагаван. И это Ананда, блаженство, оно проявляется всевозможным образом. Расик-Ананда. Расик-Ананда. Когда Шимати-Радика, в Иисусу, то Кришна — это Расик-Ананда. Кришна — это Расик. А Шимати-Радика, она Расика, то есть женский род. И поэтому говорится Расик-Ананда. Расик и Ананда. Кришна — это Расика, Ананда, Шимати-Радика. Когда они встречаются вместе, когда Ананда и Раса встречаются, то это Расик-Ананда. Можете не понимать, что это Садскрите. Почему Кришна называет Расик-Ананда? Према-Ананда. Раса-Ананда. Когда это возникает? Когда там есть Шимати-Радика. Шимати-Радика является воплощением Ананды. Если бы там не было Шимати-Радики, тогда она была бы только лишь Браманом или Параматмой. Когда Шимати-Радика присутствует, то Ананда. Кришна — это Расик-Ананда. Почему Шимати-Радика зовут в Ладине? Ладине — это Ананда, потому что оно дает наслаждение, до 100 лет наслаждения Кришне. Ладине означает энергия наслаждения, Ананда. Когда вы, если вы разъедините Кришну от его энергии наслаждения, тогда это просто Браман. А так он — Расика-Браман. Говорится, Расика-Парамакарун. Когда приходит Расик, значит, Парамакарун означает у него столько сострадания. Расика-Шикар Кришна — Парамакарун. То есть, два качества. Он — Расик-Шикар, и в то же время он — Парамакарун. Он — тот, кто вкушает всевозможные расы. Он вкушает их, да, это так, но в то же время он распространяет. Расика-Шикар Кришна — Расика-Шикар, а Парамакарун — Читани Махапрабун. Коруна означает, он смотрит на других, он видит их в беспокойство, его сердце дает, и он думает, как им помочь. Это называется коруна, сострадание. Кришна — это Расика-Шикар. А Читани Махапрабу? Это Парамакарун. Тот же Кришна и Тот же Читани Махапрабу, они единые, но у них деятельность, как бы деяния различные. Расик-Шикар, Парамакарун. Кто такой Парамакарун? Читани Махапрабу. На самом деле, кто такой Читани Махапрабу? Это настроение Шримати Радики. Она Парамакаруна. Иначе, как такое возможно? So, this is our image. Посмотрите. Радхакришна, еко и сару. Радхакришна, еко и сару. Радхакришна, еко и сару. Лила-раса-садите-дхаредуи. Он, Каруна, и он Расика. Он, Каруна, и он, Расика. Но когда он проявляется, как Читани Махапрабу, тогда он становится Парамакаруной. Каруна, я уже сказала, что это. Что это такое? Тот, кто смотрит на чужие, на чужую боль, беспокойство. Он думает, как им помочь. Столько сосреданий приходит в их сердце. Поэтому Читани Махапрабуу – это высочайшая коруна, даритель коруна. Он сострадательный. И он распространяет премию. О, у этих джив этого нет, поэтому я должен им дать. Никто не может помочь этим дживам и вручить им высочайшую премию. Никто не может дать этого, поэтому Читани Махапрабу, он говорит, я дам. Однажды я рассказал это в Харикатху в Киеве. Читани Махапрабу, он говорит, я им всем вручу это. И какую прему? Не Байкунха према, не Айода према, не Дварака према. Я им дам только лишь в Браджу прему. Читани Чирдавича очень ясно это рассказывает. Сам Махапрабу говорит, без меня никто не может дать Вашу премию. И в особенности в эту калию, Господь Читани Махапрабу, он не различает. Махапрабу, он всем дарует это. Берите, берите. Может, возникнет вопрос, а если они не квалифицированы, как они могут принять? Да просто берите. Я вам дам и квалификацию для этого. Не волнуйтесь. Я сделаю вас квалифицированными. Поэтому Читани Махапрабу, он дает как контейнер, также и нектар, то есть молоко. Возьмите. Например, человек пришел, но у него нет стаканчика. А как ему молоко налить? Махапрабу говорит, приходи, я тебе и стакан дам, и молотко, и все я тебе дам. Что это за контейнер? Я сделаю тебя смиренным триаду письменничества. Потому что тот, кто хочет принять пряму, вот этот контейнер, что это, тринадцатую письменничество. У меня нет этих четырех качеств. Как же я приму это? Но Читани Махапрабу говорит, не волнуйся. Я сам тебе сделаю смиренным. Я сделаю тебе смирение травинки. Я все сделаю для тебя. Это контейнер, вот этот вот. И это? Воданья-то высочайшая, щедрость, великодучие. Читани Махапрабу. Это особенность Махапрабу. И по этой причине говорится «Ударья Майя Виграха Читани Махапрабу». Читани Махапрабу является воплощением сострадания. И поэтому говорится «Ати-ударь». «Ударь» означает щедрость. А «Ати-ударь» это значит, что это высочайшее качество проявленного Махапрабу. «Ати-ударь» Читани Махапрабу. «Ати-ударь» это может быть как это сказать обращено только лишь Читани Махапрабу Кришна это удар он щедрый а Читани Махапрабу он «Ати-ударь» то есть самый щедрый это особенность Читани Махапрабу. Понимаете? И поэтому Махапрабу он дает это всем и каждому. потому что другие воплощения не дают это. Хорошо. Когда ты будешь квалифицированным я тебе это дам. Но что говорит Махапрабу? Я сам тебя сделаю квалифицированным. Я тебе дам контейнер и также то, что туда нужно молить. Бери это это Махапрабу таков Махапрабу. И поэтому упрямо есть две вот эти вещи Вишай и Ашрай. Но у Пасана поклонения Годи Вашна это когда и в этот момент Рада и Кришна они оба являются Вишая а Манджаре являются Ашрайом. Множество вещей если я вам буду объяснять вы не поймете не сможете переварить. Понемножку слушайте и совершайте Бхаджина садхуна. Вначале вы должны научиться контролировать свое вожделение гнев и так далее. Вот как говорится в этой шлоке Бхаджина садхуна. Вначале вы должны научиться контролировать 6 побуждений чувств «Вача-Вегам» и так далее. Затем «Атихара Прасаш-Чан» «Сам-ху-нан-джи» «Бхина-ши-чи» «Ть-кам-ин-харсук» «Са-ху-виш-чёр-кай-ля» «Тат-гар-хар-там-дам-ад» Таков бхакти-марк. То есть вначале очищение сердца. А третий стих он описывает, как на самом деле практиковать бхакти. Уцага значит энтузиазм. Постоянно вы должны быть исполнены энтузиастом. Никогда не будьте безнадежными. Некоторые люди, они теряют надежду. Есть два философа. Есть люди оптимисты, а есть пассимисты. Они всегда в негативе находятся. «О, это невозможно для меня!» Но гаджи-вашнавы, они всегда исполнены этой надежды о Шабанду. Они оптимисты, у них есть надежда. «Да, да, я должен и добре стены». «Алмая ди-чарита гомитвам саптудеми, танчет-крпам-екрпам-крпам, бхаз-кар-рива-кингме, пранай-барджу-бакарина-фи». Шабанду, Рабханду с вами говорит, «У меня есть только лишь эта надежда, как мне достичь крупицу милости в Шаматирадике. Может быть, тысячи и тысячи лет я буду совершать бхаджи-нацаду, но у меня остается эта надежда, как я обрету крупицу милости, взгляда в Шаматирадике, брошенного из уголков в глаз». Ашабанду – это правда. Что такое надежда? Она вселяет жизнь в наше тело. Наша жизнь, она поддерживается только лишь этой надеждой, даже в материальном мире. Все надеются. На что? Как обрести счастье? Получите вот это или нет? Но все надеются. Понимаете? Даже в материальном мире все вы надеетесь. И столько воображения приходит с самого вашего детства. Даже маленькие детки, они думают, о чем? Однажды я стану доктором, адвокатом, буду много зарабатывать, построю хороший дом, как огромный дворец, и женюсь на красивой девушке. Будет много детей у меня. Я буду там то и сё делать. То есть множество ожиданий, надежды. Ну, они оправдают тебя или нет? Это уже другой вопрос. Но надежда, она всегда присутствует. Даже в материальном мире все надеются. Надеются. Даже фермер, когда он вспахивает поле, все семена, которые он бросает, он бросает туда. Почему? Потому что у него есть надежда, что через несколько месяцев я получу больше, больше, ну, то есть урожай. Я получу эти зерна. Но если у фермера, у него не будет этой надежды, тогда зачем ему сажать эти зерна? Но иногда он безнадежен. Почему? Например, потоп прошел, и все, весь его урожай, все полностью уничтожено. Например, смерч, или цунами, или потоп. И так он теряет весь урожай. Или, например, очень сильно дождь прошел, но все равно у него надежда, что я посажу вновь все. Когда этот потоп пройдет, тогда вновь начну сажать зернышки. И вновь у него столько энтузиазма. Вновь он сажает эти семена. Может быть, опять потоп наступит, или цунами. Но все равно он всю жизнь это делает. Почему? Как получить больше и больше? Даже мирские люди, материалисты, у них есть эта надежда. Потому что эта надежда она взращивает. то есть это создает как бы источник нашей жизни. Источник жизни это и есть эта надежда, аша. то есть источник жизни никогда не засохнет. потому что постоянно это идет. Живые, их время идет постоянно. По этой причине, я сравниваю это с мирской жизнью. Даже любой обычный человек, он думает, хорошо, потерял свой бизнес, но он вновь пытается начать новый бизнес. Иногда можно слышать такую песню. Это мирская песня. Но там много уроков внутри заключено. Можете на Ютьюбе найти медведица. Она путешествует со своими медвежатами. И снег сходит. Это снега... Как это? Когда снег сходит. Лавина начинается. А они идут наверх. Но так или иначе, эта медведица, мать, она достигнет вершины. Но медвежата, может быть, они не могут, потому что три-четыре раза они пытаются, и потом падают. А, на Ютьюбе видели такое видео? То есть они пытаются, иногда вновь падают. Но через несколько минут этот медвежонок, он все-таки достиг вершины горы. То есть он поднимается, сползает, поднимается, сползает. Потому что любое живое существо, оно проводит свою жизнь, сражаясь за существование. Но у него есть эта надежда. Почему я говорю об этом? Это Ашабанда. Ашабанда. Что это? Это оптимизм. 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 Ашаб. Таким же образом, в духовной жизни вы всегда должны быть оптимистами. Да. Однажды я достигну своей высочайшей цели. И Ракуна Даскасвами говорит об этом. Только лишь у меня есть одна надежда. Когда же я обреду крупицу милости, взгляда, милости о взгляда Шри Матерадике. Такая надежда. И это называется Утса. Когда к вам приходит эта надежда, вы испытываете столько энтузиазма. Проседать. Я тоже с тобой. То есть у вас всегда есть эти... Вы должны усилия делать, духовные усилия. Усилия в мирской жизни они никогда не обретут свой успех. Я еще хочу задать вопрос стороннюю губину. Гурдев, я иногда слышу от преданных. Вчера ты сказал, когда гуру наказывает ученика, он дает милость, а если он прославляет, это значит, что он обманывает. Но некоторые ученики не думают, о, гурдев меня игнорирует. это... Он это чувствует? Ну, если там он что-то чувствует, это его проблема. То есть гуру он на самом деле игнорирует, или это только ученик так думает? Гуру он никогда не игнорирует ученика. Это ученик только так думает. Гуру он никогда не игнорирует. Вы не можете жаловаться на гуру. Это уже так же оскорбление, если вы так думаете. это с мозгами у вас проблемы. Гуру он никогда никем не пренебрегает. Он дает милость всем. Но даже если ученик он плохо поступает. Например, гуру весь ученик о, гурдев меня игнорирует, потому что я все плохо делаю. Нет, ты не понимаешь. Гуру кого он ругает? Когда гуру он понимает, если я сейчас его поругаю, он стерпит. Гуру он понимает, если я сейчас поругаю его, он не сможет это переварить. Ну ладно, он что-то делает неправильно, я его поругаю. Он убежит просто, понимаете? Когда гуру ругает ученика, он понимает, что сейчас я его поругаю, но он это стерпит. понимает. Как, например, луар, луарминс, и blacksmith, blacksmith. Как, например, тот, кто этот кузнец. Он что делает? Он берет кусочек железа и начинает его ковать. Но он знает, до каких пор я должен это молотком утузить. Если он перестарается, тогда это железо сломается. Понимаете? Таким же образом гуру он знает, ой, она очень чувствительная, например. Те, кто чувствительны очень, их нельзя ругать, потому что у всех разная природа, не одинаковая. Некоторые очень чувствительные, некоторые горделивые. По этой причине их не ругают. Кого ругают? Гуру, когда понимают. Он стерпит. Но иногда, если гуру поругают, тогда ученик, он убежит. Никакого игнора нет, игнорирования. Гуру никогда не игнорирует ученика. Если я ругаю его или ее, стерпит она или нет. Иногда совершает бхажин. Если я поругаю, возможно, такой ученик, он вообще все оставит. И воспевание святого имени тоже джабрамалу все выбросит. Ну хорошо, ты так хорошо все делаешь. То есть, вдохновляет, подталкивает, как бы так, направляет. Но кого можно ругать? Тех, кто полностью предался. Штейтон Махапрабху, он ругал Санатана Госвами. Очень сурово ругал. Штейтон Махапрабху сказал. Посмотрите, Санатана, он уничтожает мою Паракия Бабу и все беспокоились. Махапрабху напрямую перед всеми сказал. Махапрабху сказал. В этом стихе говорится. Махапрабху сказал. Посмотри, Санатан. Смотри, он перед всеми сказал. Санатан Госвами, он такой уважаемый. Он написал Брихат Бхагаватамриту, что наоборот установить Паракия Бабхаву, читать Махапрабху. А Махапрабху, он сказал, смотрите, он уничтожает мою Паракию. И все беспокоились. Но Санатан Госвами, он ничего не ответил. Как возможно, чтобы Санатан Госвами уничтожал высочайшее настроение Паракии Махапрабху? Потому что настроение Махапрабху – это Паракия. А настроение Браджагопхе – это Паракия как раз. Как это можно уничтожить? Тогда все умы были обеспокоены. Тогда Махапрабху он позвал. Санатан, послушай. Ты что думаешь, я твой гуру или нет? Да, да, конечно. Да, я принял тебя как моего гуру. Ты предался ко мне? Да. Санатан Госвами ответил. Это учение для нас. Ну хорошо. Какой долг гуру и ученика? Ученик, он должен думать, что все принадлежит гуру. Вчера я рассказал это. Я вручаю свои умы, ум, тело, все гуру. Санатан Госвами, он полностью предался. Что значит предание? Ничего мне не принадлежит, всем принадлежит моему гуру. Махапрабху напрямую сказал. Чье это тело? Твое тело? И потом Махапрабху он еще спросил. Твое это тело? Нет. Махапрабху он сказал. Так почему же ты хочешь уничтожить мою собственную жизнь? То есть твое тело, оно мое. То есть Санатан Госвами хотел покончить с собой. Он думал. И поэтому ты хочешь уничтожить мою собственность. Чьи Сань Махапрабху это Богован. Потому что Санатан Госвами, он до этого подумал. Чьи Сань Махапрабху обнял меня. И тело Махапрабху, оно сквернится. Он болел, у него там что-то на коже было. И Санатан Госвами, он хотел... Он сказал, все, издалека я приму Даршан Чьи Сань Махапрабху и брошусь под колеса колесницы Джиганадхи во время Радхаятры. Махапрабху это Сарва Антарьями. Он не... Чьи Сань Махапрабху, он сказал, почему ты хочешь оставить свое тело? Это не твое тело. Это тело принадлежит мне. Понимаете? Это означает, что это тело не твое, оно принадлежит мне. Это означает, что твое тело кому-то другому принадлежит, не тебе. То есть, это твое тело не твое, оно принадлежит кому-то другому. Почему ты хочешь его уничтожить? То есть, вот в этом... Почему ты хочешь уничтожить чужую собственность? То, что не принадлежит тебе. То есть, твое тело не принадлежит тебе. А кому? Господу Читани Махапрабху. Тогда все поняли после этого. Ну, вы поняли или нет? Он напрямую отругал Санатан Госвами. Потому что Махапрабху, он знает, что Санатан полностью предался. И если я буду ругать его, он стерпит это. А те, кто не полностью предались и не смогут стерпеть, то как их поругать? Понимаете? Нет, вы не думаете, что Гуру, он там и ругает меня или как-то игнорирует. Нет. Предание учеников не одинаково. Атма Самарпан. Предание учеников не одинаково. Ну, когда вы полностью предадитесь, тогда можно ругать. Вот это твоя ошибка. Ах, ты негодяй не такой негодник. Понимаешь или нет? Гуру, он никогда не игнорирует. То есть, если человек, ученик, он думает, что его игнорирует Гуру, это его… I have no. Потому что ученик, он не смотрит на свои недостатки. Он смотрит на, ну, может быть, у Гуру что-то, что-то он неправильно делает. Ученик, он думает, о, Гуру игнорирует меня. Гуру никогда этого не делает. Потому что он знает все. Вы не можете обмануть Гуру и Кришну. Вчера я сказал об этом. Вы не можете обмануть полицию. Это такой пример. Просто 15 минут он вел, и полицейские забрали. А Судеви 7 часов ввела, никаких гаишников не было. На дороге там много этих гаишников стояло. Всех проверяли. А вот у него просто не взял с собой эти документы. И через 15 ввела сразу прищучили. Вы не можете так думать, ой, полицейские откуда они будут знать. Нет, потому что у них есть опыт. Полицейские они все знают. И не нужно им вообще там досматривать вас. Как вы там водите. Они знают. У них есть опыт. Это удивительно, да? Вот вчера мы удивились. 15 минут только сел в машину. Через 15 минут тут же их поймал. Ну, Судеви, она 7 часов ввела. Та же дорога. Ничего не происходило. Других там останавливали. Откуда они узнали? Они же не Господь Бог. Потому что у них есть определенный опыт. Кто там как водит. Они все знают. Вы не можете обмануть. Если, например, вы водите, у вас есть права. Вас не поймают. А если у вас нет прав и вы ведете? Я не поняла вопрос. Она говорит, наверное, типа, ну, Господь так и вдохновляет мощь сердца. Нет, вы не можете обмануть полицейских. Это оскорбление общества, если вы так делаете. Вы не должны переступать правила, установленные обществом. Иначе это аппаратха. Вы не можете этого делать. Вопрос. Есть Лой. Вот эти вот препятствия на пути к четкому бажену. Как превозмочь сонливость? Почему она приходит? По двум причинам. Если у вас нет интереса в харикадхе, тогда вы засыпаете. Это первая причина. Это зависит от ручи, от вкуса. Когда вы идете к компьютеру и смотрите футбольный матч, никакой сонливости нет. Почему? Даже если вы устали. Просто с работы повернулись. Начинаете смотреть в футбольный матч. Мама вас зовет. Иди кушать. Да, да. Все, иду. Сейчас, сейчас. Посмотрите. Потому что у вас есть вкус смотреть вот этот футбольный матч. Я такой пример просто привел. Все вначале зависит от ручи. От вкуса. А если у вас нет ручи, тогда вы будете хотеть спать. Рассказывайте харикадху. Слушайте харикадху. Если у вас есть вкус, то вы будете очень жадны слушать. А если нет вкуса, тогда ум, он будет засыпать. Другая причина, почему сонливость приходит, зависит от энергии в вашем теле. Ну, устали, например. То есть не только то, что вот у вас вкус. Может быть там три дня путешествуете. Тело оно уже не принимает, не может этого выдерживать. Поэтому оно засыпает. Усталость приходит. И это лой. Расасвадана – это последний уровень. Вначале лой идет. Лой викше по аппаратипати. Кашай и Расасвадана. Расасвадана – это пятая стадия. Первая – это лой. Сонливость. Викше по аппаратипати. Это очень сложно сконцентрировать ум. А аппаратипати. Тяжело понять философию. Некомпетентность. Кашай означает предыдущие дурные впечатления являются препятствия на пути Бхаджана. Без причины это приходит. Замечали это или нет? Иногда без причины возникает вождление, гнев и так далее. А тума – это все идет. То есть каша – это дурные впечатления, которые вас беспокоят. И третья стадия – Расасвадана. Расасвадана означает в ходе харикатхи вы воспеваете святое имя. А в уме вы наслаждаетесь, наслаждаетесь своими чувствами. Ум туда идет. Например, воспевайте святое имя. Только слоги исходят из ваших уст. Но в уме вы думаете, ой, какие ароматы с кухни доносятся. Это Расасвадана. Беспокойство. И эти четыре вещи являются препятствиями на пути к достижению мышцы. И как это превзойти? Как переступить через это? Как победить это? Мадхурия Кадамбини Вишанча Кривати Патт объясняет. Постоянно воспевайте святое имя. Изучайте шастры. Общайтесь с саду. Собирайте сукрити. Накапливайте сукрити. Духовные деяния. Вопрос. Есть шесть видов неустойчивого баджина. Они приходят только лишь за баджина крия, или это может произойти до раньше? Все это в начале проявляется. В самом начале вот эти все вещи. Возможно ли, чтобы эти шесть вещей не одновременно? Или они шаг за шагом? Нет, так тоже нельзя сказать. То есть мы говорим о какой-то последовательности. Но они в любое время могут прийти. У Цаха Маи Гана Тарала, Вьюдави Калпа. Такова природа. Но в начале у Цаха Маи ложный энтузиазм приходит в сердце молодого преданного. Затем Гана Тарала. То есть шаг за шагом. Иногда шаг за шагом это приходит. Иногда без разбора это может прийти. Бывает так, что они все вместе настигнут. Ну, наверное, да. Но есть определенная последовательность, все равно Гурдавь перечисляет. Участа Атгара, Немакшама, Тарангараги. Такова последовательность. Ну, в любой момент это может прийти в сердце преданного. Нельзя так сказать, что вот сначала это придет, потом другое. Мы обсуждали. О, у меня нет даже Ширадхи, Парамархия Ширадхи. Как же мне? Как же мне? То есть любой ученик чуть не поняла флеш. Если у вас нет веры, как возможно, чтобы вы получили посвящение? Ну, вы просто еще не зрелые. Если у человека нет Парамархи, это Ширадхи, как он бы получил посвящение? Нет, у него есть. Но она просто очень мягкая и не созревшая. Вы не можете сказать, что у такого человека вообще ничего нет? Нет, мы всегда обсуждаем позитивную сторону, но также есть и обратная сторона, конечно. Вначале позитивные вещи мы обсуждаем, да, позитивные, а потом уже как бы побочные. Отца нет дома, например. Это негативное. То есть до этого он был в доме. Что было вначале? Негативное или позитивное? Позитивное. Если не будет позитивного, как сказать? Нет, он до этого уже был. Сейчас его тут нет. Я не здесь. Значит, что я до этого был здесь. Вначале идёт позитивное понятие, затем негативное. Это логики, срадха, логики, сапсанга и парматика. Это не предмет нашего обсуждения. Вот у них есть срадха. Но какая срадха, логика или парматика? Любая срадха есть срадха. Вера есть вера. Если глубже ещё обсуждать. Курдов причисляет разные виды шрадхи. Нельзя так сказать, что у человека нет веры совсем. Негативное – это позитивное. Мы сначала обсуждаем. Но там есть позитивное и есть негативные моменты. Понимаете? Например, человек он занял у другого. И тот пришёл и постучал в дверь. И вышел его сын. «Твой отец дома?» Он ничего не ответил. Ребёнок, он вернулся к отцу. И отец понял. «О, пришёл тот, у кого я занял денег». Тогда он сказал сыну, «Скажи, что папа нет дома». Ребёнок очень простой. Пришёл и сказал, «Папа сказал, что его нет дома». «Папа мне сказал, что его нету». Потому что у детей простой ум. У них нет вуличия. Потом он сказал, «Папочка мне сказал, что моего отца нет дома». То есть, ну как это возможно? То есть, если есть позитивные, то есть и негативные. Принимайте просады, и потом опять будем слушать харикатху. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БУДАСЛОДИСМЕНТЫ Это твой? Страница на Фейсбуке называется «Мой дорогой Городев, Силавана Махарадж». Где мы находимся? Татастха Шанты. Татастха означает не с той стороны, не с другой. Когда вода касается, то есть краешек вот этот вот, где вода и берег они соприкасаются. Но эта точка, она не зафиксирована, она всегда меняется. Например, иногда приливы, иногда отливы, и это не зафиксированное место, оно меняется. Возникает вопрос, откуда же вы пришли? Откуда ты пришел? Все мы изошли из Кришны. Потому что это Кришна Шакти. Солнечные лучи откуда исходят? От солнца. Все дживы, они откуда исходят? От Кришны. Потому что Кришна Шакти, Татастха Шакти, Джива Шакти. Понимаете? Все мы изошли от Кришны и вернемся обратно к Кришне. Поэтому, говорится, возвращайтесь домой, Кришне. А вот он спросил, почему говорится? Но эта философия, она может быть немножко сложной. Если вы скажете, вы можете сказать, что Кришна в трансцендентном мире. Если бы мы никогда не были в трансцендентном, если бы мы были в трансцендентном мире, как бы мы упали сюда? Возникает такой вопрос. То есть, есть вот это настроение, ну, как бы противоречие такое. Это означает, что говорится, что мы упали из духовного мира. Возникает такой вопрос или нет? Откуда вы упали вообще? Нет, вы, вы зашли из татастхи. Тата означает, с одной стороны, духовный мир, а с другой стороны, материальный мир. И это место называется татастха. Понимаете? Потому что иногда некоторые вещи очень тяжело описать материальными словами. Потому что это очень тонкие духовные вещи. Поэтому некоторые говорят, «О, мы упали с Вайкунхи». Нет, вы не были Вайкунхами. Ну, почему вы говорите Вайкунха? Здесь говорится. Дзива изошла откуда? Там нигде не говорится, что из Вайкунхи мы изошли. Никакой шлоки нет. Почему-то они говорят с Вайкунхи. Почему говорят, что дзива изошла с сход Вайкунхи? Дзива проявилась из энергии Кришны, которая называется татастха-шакти. И мы пришли сюда. Понимаете? Но некоторые интерпретируют, «О, мы упали с Вайкунхи». Нет, здесь этого не говорится. Здесь говорится татастха. Понимаете? Некоторые люди говорят, «Мы упали с Вайкунхи». Но здесь не говорится никакой Вайкунхи. Джива никогда не падала из духовного мира. Если бы это было, то как такое возможно? В джаи они никуда не падали. Они вечные спутники. Они такую лилу являли. Они просто пришли сюда и потом обратно вернулись. А джива проявилась из татастха-шакти. Но некоторые не понимают этого. И они дают неправильную интерпретацию. «О, джива упала в Сайкунхи». Почему вы говорите «Свайкунхи»? Возникает вопрос, почему они используют это слово, что джива упала в Сайкунхи? Где это описано? Джива упала и зашла из татастха-шакти. Но они просто интерпретируют, что джива упала с Вайкунхи. Но там не говорится слово «Вайкунха», там говорится татастха. Вместо татастха. Понимаете? Но вы должны будете вернуться обратно. Куда это обратно? Возвращайтесь. Идите в духовный мир. Потому что слова шастры очень сложно понять. По этой причине это Шрути Сидданта. Вы должны изучать шастры от гуру и от истинных писаний. Никаких спекуляций не должно быть. Никаких интерпретаций. Откуда жила проявилась? Татастха Шакти. Это Шакти Паринама Вада. Третий раз заканчиваю. Спасибо. Мне нужно давать никаких интерпретаций. Должны быть доказательства. Где шлока, где говорится слово вайкунха? То есть, упал, это отличается также от... Спасибо.